Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Алина Загитова ответила на колкости Оксаны Баюл. Евгения Медведева рассказала о роли Китти в шоу Анна Каренина. Алина Загитова о том, как опасалась дрона на выступлении в Японии. Ну а теперь обо всем по порядку. Известная украинская фигуристка Оксана Баюл раскритиковала Алину Загитову за то, что та надела на себя корону Татьяны Навки. И поинтересовалась, стирает ли Навка свои платья, прежде чем отдавать их чемпионке Пхенчхана. В ответ ученица Этери Тутберидзе иронично пообещала Баюл, что вернет Навки корону в целости и сохранности. Ранее Баюл также обвиняла Загитова в плагиате своего платья и критиковала Тутберидзе за якобы украденное название шоу «Чемпионы на льду». Олимпийская чемпионка Ивер 1994 года в Лилихамере и чемпионка мира Оксана Баюл в последнее время объявила настоящую войну группе Этери Тутберидзе. Украинская фигуристка регулярно высказывается в своих соцсетях, а иногда и в СМИ на многие темы, так или иначе затрагивающие хрустальный. И делает это в исключительно негативном ключе. Началось все с того, что Баюл обвинил Тутберидзе в плагиате. Якобы наставница украла название для своего шоу «Чемпионы на льду» у американского аналога. Украинская спортсменка напомнила, что в США с 1969 года проводилось шоу с таким же названием, и этот бренд основал Том Коллинз, известный в прошлом американский фигурист, который придумал после окончания сезона проводить турне по городам США и приглашал на него звезд фигурного катания из Европы. Коллинз скончался в 2019 году в возрасте 88 лет. Сама Баюл тоже принимала участие в этом шоу. Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами всего мира. «Мы всегда будем помнить», – написала Баюл в Инстаграм, опубликовав для наглядности постер шоу Тутберидзе. Позже она отключила комментарий к этому посту, который вызвал бурную реакцию поклонников «Хрустального». Также Баюл добавила, что возмущена тем, что Тутберидзе якобы использует зарегистрированные марки без компенсации. Да эти высказывания спортсменку решительно осудили коллеги из России. «Баюл говорит, что шоу Тутберидзе – плагиат, да пошла она», – заявил тренер Александр Жулин в комментарии «Спорт-24». «Какая разница, как называется шоу? Назвали чемпионы на льду замечательно. Что тут такого? Сейчас абсолютно неуместно и неумно вспоминать шоу Коллинза», – говорил Жулин. «Мне радостно, что теперь Баюл знает слово «плагиат». Раньше она не была с такими словами знакома. Мы уже и забыли, что Оксана была олимпийской чемпионкой, а сейчас она нам напоминает. И еще напомнила о том, как она и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах, взялась за старое», – прокомментировала Татьяна Тарасова. Однако это не остановило украинскую чемпионку, и вскоре она переключила свое основное внимание на Алину Загитову. С тех пор основная порция критики достается именно победительнице Игр 2018 в Пхенчхане. Началось все тоже с плагиата. Баюл заявила, что дизайн красной пачки Загитова для олимпийской произвольной программы под Дон Кихота якобы был срисован с ее платья. «Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчика получился снова», – написала украинская фигуристка в Инстаграме. Многолетний дизайнер группы Тутберидзе Ольга Ребенко, которая шьет костюмы всему основному составу хрустального, открестилась от какого-либо плагиата. «Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинение в плагиате? А мне-то что? Меня это вообще никак не интересует», – сказала Ребенко с Пор-24. Стилист и модный дизайнер Владимир Мандриков также раскритиковал пост Баюл, пояснив, что платье было создано в определенном стиле, чтобы показать традиционный образ испанской красавицы. «Совершенно глупый пост от Баюл. Программа Загитовой была поставлена под испанскую музыку, и платье совершенно подходит под это. В балетах Большого театра используются точно такие же платья. Это полный бред. На самом деле Баюл написала это для поднятия собственного рейтинга и напоминания о себе», – заявил стилист. На этом Баюл не остановилась и недавно раскритиковала тот факт, что Загитова надела на себя корону Татьяны Навки, олимпийской чемпионки Турина 2006 года в «Танцах на льду», которая теперь организует свои шоу. Летом Загитова примет участие в ее ледовой сказке «Руслана Людмила», и на съемках промо-ролика «Девушка красовала в скороне», которую носила на другом выступлении сама Навка. В этом Баюл также увидела какое-то подобие плагиата. «Что это за поделка такая интересная? Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», – заявила чемпионка. Вскоре Баюл обвинила и Навку в том, что та якобы каталась в ее платье и не вернула, и издевательски предложила Загитовой поинтересоваться, не нужен ли ее коллеге еще один костюм украинской чемпионки. Закончил все откровенным унижением. «Вопрос Татьяне Навки. Когда я отдавала тебе свой костюм, я его не постирала. А ты, когда даешь Алине покататься, свои стираешь?» Конечно, если речь идет о короне, то мне очень интересен процесс. «Татьяна, вы в курсе, что идет третья волна коронавируса? Корону надо стерилизовать. Алина, вы корону уже поносили и отдали. Я вас правильно понимаю?» «Кто думает, что я это все говорю ради хайпа? Тот дурак или завистник?» – написала Баюл. Загитова отреагировала на все эти заявления ироничным комментарием к одному из постов украинской фигуристки. «Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста. После шоу обязательно отдам целости и сохранности», – написала девушка. Комментарий собрал за сутки около тысячи лайков. Судя по активности обеих сторон, странная история неприязни между Баюл и группой Тутберидзе будет продолжаться и дальше. Ранее украинская чемпионка критиковала Александру Друсову за возвращение в Хрустальный. Не смогла, так же, как и Евгения Медведева. Пансионат «Березка» засосал обратно. Утверждала, что Медведева якобы вернулась Тутберидзе ради денег, признавалась, что ее задолбало фигурное прыгание и что четверные прыжки убивают красоту спорта. Зачем все это 43-летней олимпийской чемпионке, которая уже давно проживает в США, вышла замуж за известного итальянского продюсера Карла Фарину, родила дочь, занимается своим бизнесом и выпускает книги? Большой вопрос. Возможно, причина такой неприятней в том, что сама Баюл тоже планировала возрождать в США шоу Коллинза под названием «Чемпионы на льду». В апреле этого года она выложила в Инстаграм видео своего интервью, на котором вместе с супругом объявляет о своих планах еще в августе 2020-го. Однако прогресса в организации турне до сих пор не произошло, а Баюл продолжает атаковать группу Тутберидзе. Также известно, что Баюл страдала от алкоголизма и лечилась в наркодиспансеры. Позже украинская чемпионка говорила, что поборола этот недуг. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о съемках специальной программы для японского телевидения. В мае Загитова посетила Японию для участия в предпоказе фильма «Пальма», в котором она сыграла эпизодическую роль. Под саундтрек из фильма фигуристка исполнила показательный номер. Съемка велась при помощи дрона. «Я благодарна за возможность участвовать в съемках для этого фильма. Я волновалась, что дрон, кружащий вокруг, может меня задеть. Но потом привыкла, почувствовала, что он летает высоко. Мне прислали видеообращение в Россию из Японии с объяснениями. Я много изучала тему, чтобы глубже в нее погрузиться. В чем разница между соревнованиями и показательными выступлениями? На соревнованиях основное внимание уделяется прыжкам. Там я очень нервничаю. На шоу я тоже переживаю, но стараюсь показать себя с лучшей стороны. Фигурное катание для меня – это жизнь. Это может показаться преувеличением, но я всю жизнь посвятил фигурному катанию. Посещая разные страны, я могу доставить радость многим людям. «Я люблю Японию и ее жителей. Встретимся снова после того, как закончится пандемия коронавируса», – сказала Загитова. Двукратный серебряный призер Игоря 2018 года Евгения Медведева рассказал об изучении парных элементов для лидового спектакля Анны Каренина. Медведева исполнит роль Китти Щербатской. Ее партнером будет серебряный призер Пхенчхана 2018 в команде Александр Энберт. Он сыграет Константина Левина. «Мы уже многое освоили, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Мне кажется, что до самой премьеры будем осваивать что-то новое и надеемся в хорошем смысле удивить зрителей на спектакле. Любопытно, что судьба все время сводит меня с этим сюжетом. Я стала серебряным призером Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане с программой Анны Каренина. Сейчас мне досталась роль Китти. «Мне кажется, что по возрасту и по характеру Китти мне даже ближе», – сказала Медведева. Премьера спектакля пройдет 9 июля в Сочи. Продолжение следует...